здравствуйте дорогие друзья с вами александр шадов кандидат философских наук абсолютный скептик поэт писатель философ создатель своего собственного учения счетом еще много еще чего на самом деле сегодня будем разбирать статью или материал текст чанышева трактата небытии трактата небытии трактат довольно ну интересный интересный сейчас мы ознакомимся с его содержанием непосредственно всех еще раз приветствую вот меня зовут александр шадов еще раз подписываемся на канал у нас идут стримы обязательно это делаем соответственно да ну начнем наверное самого главного недостатка текста трактата небытие не проясняет того что такое небытие неожиданно а в тексте нет определения этого слова лишь образы намекающие на его сущность на самом деле при таком подходе автор может в нужное время подсовывать под небытие всевозможные сущности которые не являются по его мнению бытием также важно подчеркнуть что подобно многим философам прошлого он не проводит радикального разделения небытия от небытия но вот на таком лингвистическом уровне получается да то есть внутри его учения разделение на бытие и небытие очень радикально а при этом но он пользуется терминологии бытие и небытие понятно что небытие возникает после бытия терминологически чистой терминологически это понятно да мне кажется довольно проблематично то есть не быть ее как слово выводится на основание бытия в чем и заключается тоже фундаментальная проблема и это смотрится довольно странно когда автор вводя понятия небытия из бытия настаивает на его не просто обособленности, а на том, что наоборот, все, антологически-то все наоборот, это бытие выделено из небытия, понимаете, в чем дело? Вот такая вот позиция у автора в данном случае, она мне кажется принципиально странной. Вот что я могу здесь сказать. Вот, ну, это странность, это не радикальная противоречие, а чисто терминологический подкол. Ну, вот мы начинаем, да, вот автор пишет «Небытие окружает меня со всех сторон, оно во мне». И дальше, там, ближе к концу, мы тут лирику немножко оставим «Небытие повсюду и всегда, в дыхании, в пении Соловьев и в лепете ребенка, оно сама жизнь». Так вот, первый пассаж «Вступительный» носит скорее литературный характер, с его помощью автор пытается намекнуть на сущность небытия, но только с помощью некоторого количества образов, которые при этом остаются неясны. Так как они все еще остаются литературными, к сожалению. Ну, там, дальше пафос начинается. «Моя философия есть упразднение всякой философии, то есть мировоззрение, которое всегда так или иначе подсовывает под небытие, бытие подчиняет первое последнему». Это, конечно, смелое заявление, я от себя заметил, так как данная философия строится на ряде убеждений, как и любая другая, ну, кроме разочного скептицизма. Более того, есть такие философские системы, которые не работают с категориями бытия и небытия, поэтому непонятно, почему он упраздняет всякую философию. Если не всякая философия данной темы занимается, сложно осмыслить данную проблематику, мне сложно. Ну, вот всякую философию он отвергает. Ну, ладно. Тут автор обвиняет в следующем пассаже всех философов в большой исторической ошибке, но потом, правда, говорит, что атомисты, правда, восстановили небытие, но они поставили его в один ряд с бытием и свели к физической пустоте, то есть как бы подменили субстанцию модусом. Так вот. И сейчас начнем. Из этого предложения я вывожу, что автор постулирует какое-то новое понимание небытия, которое не было свойственно философам прошлого. До него, да? Но при этом упрекает философов прошлого в какой-то исторической ошибке, хотя генеалогически именно они сформулировали первое понимание небытия. А Чанышев просто не так его истрактовал. Он его, да, просто истрактовал по-другому, как некую субстанцию, получается. Получается, что древние мыслители Чанышев понимают под словом небытие два абсолютно разных предмета исследования. В одном случае это модус, отсутствие, а в другом субстанция. Некоторая субстанция, мы не будем говорить какая, потому что Чанышев сам этого в итоге не прояснит, но это какая-никакая субстанция получается. Чанышеву неплохо было бы выбрать другое слово для обозначения того, что он подразумевает, а не обвинять людей в ошибках просто потому, что они вкладывали другой смысл в слова, при том, что их смысл является более каноничным, потому что он раньше, потому что они задавали данное определение, ну и, собственно, вот они задали определение. Вы говорите, это не так, я даю другое определение. Ну, прикольно, что можно здесь сказать, забавно. Неплохо это с одной стороны осознать, а с другой стороны неплохо вообще было бы другое слово использовать, было бы красивше. Далее автор опирается на Платона, про могильную плиту его говорит, про Аристотеля говорит, про Вайшешку и буддизм говорит. За что мы, кстати, зацепимся? Тут важно понимать, что европейское небытие и буддийское шиньята, пустотность, вот, да, которое вот как раз вот в матхямике присутствует, как одна из категорий. Это разные понятия. Нередко шиньяту переводят как вот эту самую пустотность, но важно относиться к этому слову как к особенному термину, который имеет свое собственное значение, отличное от классического для нашей философии небытия. Мало ли, как переводчики, и что там где-то переводят, да? То есть у переводчиков могут быть свои какие-то причины, чтобы перевести одно слово таким образом, одно слово другим образом. Да и тем более у переводчиков, скорее всего, ну будет там пометка, у хорошего перевода будет хорошая там пометка. Да, мы перевели это как пустотность, но означает это не полную пустоту небытия, там, например, да? А, например, взаимозависимость одних явлений от других. И на что бы мы ни посмотрели, все зависит от другого, до бесконечности. Ну, например, да, вот это может подражаться под пустотностью в данном случае. Специальные термины, которые порой переводятся неудачными словами, часто вызывают похожие трактовки и вводят нас в неправильный контекст. Например, мы можем проводить такие далекие друг от друга сравнения ко всяких индийских категорий пустоты и небытия, которое в Европе у нас присутствует. То есть, да, бытие и небытие это чисто такое базовое онтологическое разделение, при том, что, ну, небытия чаще всего нет онтологически. Да, потому что оно небытие, небытие. Есть всякие попытки у Сартров и у всяких других мыслителей каким-то образом более утонченно разобрать данные категории, но мы же понимаем, что вот Чанышев сейчас претендует на трактовку некого абсолютного небытия. Я не знаю, Чанышев не рассуждает в каких-то, так скажем, хотя он и в частных категориях рассуждает, но приводит их всех к общим категориям. Да, он пытается рассуждать о самой наибольшей категории, в которой небытие ставит на порядок выше даже самого бытия, но с этим мы разберемся чуть-чуть позже. Так вот, последние два абзаца там, реально, вот очень много в тексте бравады всякой, такой вот громко, где он очень громко заявляет какие-то вещи, а по факту, ну, как бы, это даже не очень интересные мысли в каком-то, да, в каком-то вот этого значения. И одновременно с этим, ну, просто громкие слова. Не только философия, но и религия, искусство, наука, различные до сих пор неосознанные способы заклятия небытия, например. Вот что-то в таком духе. Какая-то риторика, к сожалению, и основывается она на том, что автор переизобрел определение одного из философских терминов. Но это то же самое, что, я не знаю, сказать, а я понимаю под материей свойства быть воображаемой нашей голове, и все есть материя, потому что мы все вокруг воображаем, типа, а, а, как бы, да, и на этом, как бы, и при том, вот я сейчас взял и определение дал, в отличие от Чанышева. Чанышев не дает определения, он бывает закидывает некоторые свойства. Например, он закидывает свойства субстанциональности. Вот мы сейчас с этим разберемся, кстати, да, тоже мы будем с этим очень много разбираться. Это принципиально важно, потому что, ну вот, он определения не дал и какие-то частные свойства пораскидывал, и не до конца понятно, а что это такое ваше небытие, собственно. Вот. Пока очень много риторики. Так. Так, 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 так. Ну, здесь, соответственно, здесь, соответственно, здесь, соответственно. Автор говорит о некоторых силах, которые могут превращать нечто в небытие. Заметьте, да? Вот. Только проблема заключается чаще всего в том, что эти силы не превращают нечто в небытие. Например, я ломаю ручку, у меня не остается ничто после того, как ручка сломана. Ручки, конечно, в словесном смысле нет, но остаются две детали, которые от этой ручки состояли. Разламываю ее еще меньше, например, на более мелкие части. Остаются мельчайшие детали этой ручки. Разламываю на атомы, остаются атомы от этой ручки. Атомы разламываю, допустим, на кварке. Ну, остаются кварки. Разламываю кварки на какие-нибудь другие шкварки. Ну, получаются другие детали, соответственно. Нигде на этом этапе пока что небытия нет. Всякое небытие, которое во всем мы этом фиксируем, уничтожение, это то небытие, которое у нас в голове существует. Наше ментальное небытие. Вот. Важно помнить, что бытие это то, что есть, то есть существование, а небытие это несуществование. И важно не попадать во всякие словесные игры в духе «я сломал ручку, и ручка перешла в состояние небытия». Нет. Просто мы вообще сам предмет ручка обозначаем довольно ментальным образом. То есть, да, вот предмет ручка, мы его для определенных целей используем, но если я ее сломаю, она потеряет свойство писать, это не значит, что она испарилась в небытие. От нее остаются детали определенные. Вот. Даже черные дыры, которые засасывают материю, всякие существующие объекты, она не есть ничто, черная дыра. Она не превращает материю в ничто, она ее поглощает, как я понимаю, ну и, соответственно, вот-вот-вот-вот компосирует вместе. И вас заметит, что вот то, что я сейчас объяснил, это нормально осознается и прорабатывается классической антологией. Здесь нету никаких особых проблем, и это довольно просто. И вообще, в принципе, непонятно, зачем вводить какое-то новое, более сложное, мега-сложное объяснение. Да. Ну и вот, автор дальше очень ярко заявляет, что небытие существует, несуществующее существует, да что за вздор, воскликнут философствующие педанты, как Александр Шадов, видимо, да? Где вы видели несуществующее существующим? О, жалкий Филистер опять на меня, да? А где ты видел существующее существующим? Вот ручка. Вот она. Существует. Типа, ну как минимум как феномен. Телефон минимум как феномен существует. Джойстик минимум как феномен существует, да? Ну вот как минимум, а еще, возможно, не только как феномен существует, подразумевается, да? Ну вот он спрашивает, а где ты видел вечное бытие? А про вечное бытие я ничего не говорил, я сейчас про общую антологию рассуждаю. Вот, вот, вот существующий предмет, я не вижу его несуществования. Вот, вот вижу, что он существует, телефон, но его несуществования я не вижу, не наблюдаю никаким образом. То, что вот телефон находится здесь, а потом находится здесь, и здесь он уже не находится, не означает, что телефон перешел в состояние небытия, так-то. Но мы все эти аргументы его потом разберем, они у него будут. Так вот, я замечу, что антология это не только про вечное бытие, хотя и про него в том числе, но и про существование, например, феноменов или, может быть, даже полноценных объектов в мире. И поэтому те аргументы, которые автор сейчас приводит, они ни на что не годны. И вот автор, наконец-то, наконец-то дает нам настоящую аргументацию. Ну, как это, настоящую аргументацию, там с аргументацией все, конечно, довольно плохо, но мы попробуем это разобрать. Так вот, сначала я буду читать аргументы автора, а потом буду сам реагировать на них. Вот, у него есть несколько доказательств. Доказательства от времени, доказательства от пространства, доказательства от движения, доказательства от возникновения нового, доказательства от противоположностей, доказательства от различия, доказательства от случайности, доказательства от субстанции. Доказательств много, да, много, нормально, нормально, нормально собрал доказательства. Давайте посмотрим, насколько они качественны. Доказательства от времени. Существование настоящего предполагает существование прошлого и будущего. То есть, того, чего уже или еще нет. Это временной модус небытия. Напоминаю, что мы так и не сформулировали, что будет доказываться, что такое небытие, соответственно. Пока мы знаем, что небытие, по данному автору, имеет субстанциональную природу. И небытие повсеместно. Все. Более того, существование настоящего не предполагает существование. Существование прошлого и будущего. То есть, не значит, что они онтологически существуют в том же смысле, в каком и существует настоящее. Это тоже важно подчеркнуть с одной стороны. А с другой стороны, это не значит, что они даже когда-либо существовали или будут существовать. Неожиданно. Почему? Потому что у нас есть объяснения, которые, в принципе, так или иначе рисуют такие картины мира, в которых, в общем-то, нет ни настоящего, ни прошлого, ни будущего. Есть только вечное, допустим. Ну, потому что, да, есть действительно такие картины мира. Вечные. Вечные. Есть буддийские возражения по поводу вот этой вот картины мира, где у нас настоящее, прошлое, будущее. В буддийских текстах вроде бы в вопросах Мелинда, но я сейчас могу заблуждаться. Так вот, под вопрос как раз и ставится само вот это вот понимание времени. Потому что мы даже, по сути-то, не можем, как бы, заверить настоящее, в котором мы существуем. Мы в настоящее приходим с небольшим опозданием осмысления, да. То есть, для нас настоящее – это некий промежуток времени, на самом деле, если мы так подумаем вот по ощущениям, которые нам еще нужно время успеть осознать. Мы всегда немножко опаздываем от настоящего, поэтому мы осмысляем настоящее тогда, когда его, в кавычках, уже не существует, когда оно уже немного прошлое. И где это самое настоящее, где это мгновение, тоже, на самом деле, не до конца понятно, потому что мы его прощупать не можем. И в этом плане у нас нету полноценного свидетельства даже настоящего. Настоящее – это некая абстрактная категория, до которой нам не дотянуться. Но это не мое возражение, это одно из возможных возражений, которые необходимо автору было бы разобрать, чтобы этот аргумент у него хоть как-то работал. Да и с идеалистической позиции реально есть абсолютное бытие, оно неподвижно и вечно. Вот, ну, например, да, и там, соответственно, все неподвижно и вечно. Ну, у нас есть некоторые видения, в рамках которых мы наблюдаем вот эту временность самую. Да и более того, у нас есть представление какого-нибудь Канта, для которого время, ну, это, собственно, определенный способ получения опыта в том числе. Вообще можем Канта довести до субъективного идеализма полнейшего и сказать, что никакого времени объективного не существует, а есть только, да, вот это вот времечко, как таковое. Иллюзия времени, так скажем. Вот, база для феноменов, так скажем, да, базовая такая структура для восприятия феноменов. Данный аргумент игнорирует значительную часть философских рассуждений о природе времени, что в европейской, что в индийской культуре, и рассчитан, вероятно, на людей, которые историю философии не знают. Иначе аргумент был бы сформулирован куда глубже и критиковал разные теории времени. Но он не критикует, к сожалению. Доказательства от пространства. Существование чего-либо в том или ином месте предполагает несуществование его в другом месте. Это пространственный модус небытия. То же самое, что мы сказали в прошлый раз, можно сказать и про данный аргумент. Потому что представления о том, что такое пространство, разнятся. Более того, данный аргумент не говорит, ну, и надо бы этот аргумент раскрыть пошире, потому что надо опровергать другие аргументы. Да, то есть, вот это не аргумент, это больше похоже на мнение внутри философии какой-нибудь, да. Но если мы знаем историю философии, мы знаем разные позиции в рамках этой истории философии. И хотелось бы, чтобы все эти позиции были, ну, как минимум, опровергнуты. Потому что если они не опровергнуты, ну, вы считаете, они там утвердили, может быть, ложность. Потом вы утвердили, может быть, ложность. Ничего нигде не доказано. Ну, и вы как бы просто все утверждаете. Так вот. Более того, данный аргумент не говорит нам о том, что небытие повсеместно имеет субстанциональную природу. Особенно не говорит о том, что оно имеет субстанциональную природу. Ну, вот просто есть некое пространство, и вещи находятся в разных местах, да. Даже наоборот, сам факт наличия предмета в одном месте не говорит нам о том, что его нет в бесконечном количестве мест. А скорее подчеркивает, что подобная форма, отсутствие, лишь языковая игра. Потому что на том же самом месте нет бесконечного множества других предметов, которые существуют в каких-то местах. Или могли бы существовать. Или же, более того, даже не могли существовать. Если рассуждать таким образом, то в одной точке собирается три типа бесконечности предметов. Существующих предметов, но это может быть не бесконечность, а вполне ограниченное число, да. С одной стороны. А с другой стороны, ну, у нас есть не только существующие предметы, у нас есть возможные предметы, возможных, ну, точно бесконечность. можно вот так вот подумать об этом да еще и невозможных скорее всего то что тоже категория небытия же будет такой подход к антологизации ничто нагружает нашу антологическую картину до каких-то невероятных размеров то есть представьте в одном месте вот у нас джойстик вот 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 у нас есть вот не джойстик у нас из телефона могут быть в этом месте у нас джойстик он тоже могут быть в этом месте у нас ключи они тоже могли бы быть в этом месте у нас есть ножик тоже могут быть в этом месте и так неограниченное количество предметов могли бы быть в этом месте но их здесь нет и поэтому не бытие ну лол и так в каждой точке пространства на все вот вот это необозрим и на все это гигантское необозримое пространство то есть каждая точка параллельно содержит себе бесконечность ним небытийностей разных представляете себе это очень перенагруженная антология это не то чтобы то что я сейчас сказал и опровергает это просто подчеркивает что данное представление очень перенагружена нам проще представить что вот это вот отсутствие это просто наша манифантазии наши там речевые практики в наших речевых практиках можем сказать что ключей вот здесь нет вот здесь вот нету ножа например вот здесь нету телефона вот здесь нету очков моих вот очки моего здесь находятся они не вот здесь понимаете да это просто как речевую практику можно воспринимать нет никакого смысла онтологически нагружать весь мир моими очками не ведь не просто вот моё пространство вокруг меня, вообще всю Вселенную. Вот мои очки, мои очки могли бы находиться в любой части пространства, но они находятся именно вот здесь, вот неожиданно. Представьте, мы вот этому факту придаём онтологическую значимость. Что каждый предмет, который находится на бесконечность, вот так вот размазывается, ибо он мог бы находиться везде. Это онтологически значимо, это тоже субстанция. Да вы, да вы, я подумал. Не, ну серьёзно, это очень странно. Это категорически странный подход, на мой взгляд. Это тот подход, от которого тот же Аристотель убегал, ну потому что он боялся дурных бесконечностей. Вот она дана, дурная бесконечность по сути. Вот мы просто ни с чего, у нас даже необходимости нет для того, чтобы это делать. У нас есть более короткие, более понятные, более очевидные объяснения, но вот почему-то в данном случае мы используем какую-то просто вот дурную бесконечность просто так. Просто вот вон там делать нечего. Сейчас мы взяли и перенагрузили одну точку пространства бесконечным количеством разных возможных и существующих предметов. И невозможных тоже. Класс. Зачем? Непонятно. Так, доказательства от движения. Движущееся тело, пишет Чанышев, вот, есть там, где его нет, и его нет там, где оно есть. Чтобы это не значило, на самом деле, это мобильный возраст небытия. Вот. Я здесь думаю, что для того, чтобы утвердиться в этом аргументе, необходимо знать природу движения, а мы ее, вероятно, не знаем. Ну и более того, в каждый отдельный момент времени, наверное, 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 да, предмет находится в каком-то конкретном месте. И, честно говоря, я вот хрен знает. Как-то он может находиться там, где его нет. Диалектика тоже, наверное, какая-то магическая диалектика снова пошла. Я здесь не могу ее понять, не могу ее осмыслить, слишком сложно. Для меня не диалектика. Доказательства от возникновения нового. Новое – это то, чего не было в причинах и условиях. Это новое породивших. Но где оно было, когда его не было, а? В небытие. Это знаете, это как у христиан, соответственно. Вот, это все движется, у всего движущегося должна быть первопричина, и первопричина – это Бог, ха-ха-ха. Ну, вот как-то вот так же здесь. Вот это вот так, то так, 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 это у него, какая у него причина? А-а-а, небытие, небытие. Типа вот похоже на те самые доказательства из Средневековья. Вот как-то так. И они довольно плохие, вот эти доказательства из Средневековья. Насколько я понимаю, современная теология сейчас располагает более утонченными подходами. А Чанышев нам предлагает буквально... А где оно было, когда не было его? Да нигде, может быть, оно и не было. Ну, успокойся. Где оно было, когда его не было? Нигде. Вот нет никакой субстанции, ничто, вот нигде его не было. А потом взял и появилось. Что за дурацкие вопросы? Мы так и не прояснили, что за субстанция такая-то небытие, и почему в нем что-то содержится. И если в нем содержится все потенциальное, невозможное и даже существующее, но меняющееся местами, да, места, когда оно меняет, то тогда небытие окажется на три бесконечности больше бытия. То есть не просто на бесконечность, бесконечное количество раз больше бытия, но минимум в три бесконечности. И это только начало, там бесконечности еще больше будет. В небытие тогда содержится невообразимо огромный набор предметов, прям вот, прям вот трижды невообразимый. И это только начало. Мы наш отчёт ведём с этими бесконечностями, ну вот только вот, ещё можно их очень долго вывести, там очень много проблем таких. Доказательства от противоположностей. Миры, антимиры, частицы, античастицы, положительные и отрицательные числа, вообще всё противоположное, числа, это вообще смешно, погашают друг друга в небытии и возникают из него как из нуля. Ну, с числами здесь всё просто, числа, они у нас в голове, чел, так что забей. Миры, антимиры мы, соответственно, не наблюдали никогда, а частицы, античастицы, возможно, не погашают друг друга в абсолютное полное небытие и ничто, да, мы можем предположить, что они распадаются на более мелкие части, которые невозможно опознать нашими приборами, ну допустим, или ещё по каким-нибудь, в общем-то, ну ещё что-нибудь с ними происходит, что не делает их небытием. Здесь как-то не очень надёжный аргумент, на мой взгляд, предложен, ну ладно. Доказательства от различия, всё сущее, всякое конкретное есть не столько то, что оно есть, сколько то, что оно не есть. А потому А, что оно не Б, не С, не Д и так далее. Да, но я бы сказал, что это логическое свойство, а не онтологическое свойство. Есть большая разница между логическим и онтологическим свойством. А это что-то одно, а не А, понимаете? Вот не А, а не А это буквально всё, что не А, буквально получается, это просто логическое свойство. Вот у нас есть телефон, мой, мой телефон, а вот это вот там, другой телефон возьму, это не мой телефон, это не А, вот это вообще джойстик, это тоже не А. Это ключи, это тоже не А получается. Знаете, довольно странное свойство быть не вот этим предметом. Всё вокруг не этот предмет, бесконечное множество. Опять же, онтологическую нагруженность логических категорий делать это довольно смелый ход и очень бессмысленным, он кажется. Не никакого смысла переносить логическое свойство формальных объектов на реальные. Таким образом, не доказывается, в общем-то, существование бесконечного множества. Не А, не Б, не С и так до бесконечности, потому что вот А это не А, а Б это тоже не А. Б это не А и не С и не Д, а С это не Д, не В и не А и так до бесконечности. Каждый объект подразумевает в таком случае, что есть бесконечное множество других объектов, существующих и возможных, которые им не являются. Вот буквально, да. С учётом существования бесконечного множества разных объектов, возможных и существующих, мы приходим к выводу, что онтологическое несуществование будет подразумевать бесконечное множество бесконечности. Это бесконечное количество раз нарушает бритву Оккома. Более того, выглядит просто обыкновенной логической игрой. То есть здесь нет никакой убедительности, не складывается на базе рассуждений самого Чанышева. Вообще никакой убедительности не складывается. Продолжаем. Доказательства от случайности. Случайно то, что может быть, а может не быть. Следовательно, существование случайности предполагает существование небытия. Мы можем, кстати, да, трактовать случайность как конструкт человеческой мысли. Может быть и нет ничего случайного в мире. Это к вопросу о детерминизме и индетерминизме. По-моему, Чанышев не разрешил проблему детерминизма и индетерминизма. И не признал, что индетерминизм это верная концепция. Автор не доказал ничего здесь и уже торопится с аргументами, как, впрочем, и везде. Почему-то автор просто спонтанно придерживается каких-то фундаментальных философских концепций без их доказательства и выдвигает их в качестве оснований для своих суждений. Это выглядит довольно беспомощно с точки зрения аргументации и по-любому несогласным людям ничего доказать не сможет. Как-то так. Доказательства от субстанции. Коль скоро существуют свойства акциденции, то должен быть их носитель субстанция, но она неуловима, и в вещи нет ничего, кроме совокупности свойств. Как только субстанция получает определенность, она превращается в свойства. Ведь нет ни материи, ни духа, а есть материальное и духовное. Следовательно, субстанцией может быть только бытие. Просто проблема заключается в том, что в качестве субстанции чаще всего указываются другие вещи. Там бог какой-нибудь, там я не знаю. Еще чуть материя, там я не знаю. Еще что-нибудь такое. Автор не доказал, что этой субстанции может быть только небытие, а лишь постулировал это. Конец. Ну, продолжаем, продолжаем. Да, автор в следующем пассаже пишет. Я же утверждаю, что небытие не только существует, но и что оно первично и абсолютно. Бытие же относительно и вторично по отношению к небытию. Идея, на мой взгляд, интересная. Но, судя по всему, автор неправильно использует термин небытие, просто вот на фундаментальном уровне неправильно. Поэтому у него и возникают такие предположения, с одной стороны. То есть, он под небытием подразумевает не то небытие, которое подразумевали все философы за всю историю человечества, а он придумывает там что-то свое. И, конечно же, утверждение крайне смелое, но аргументов в пользу этого утверждения нормальных не будет. Мы сейчас посмотрим, какие они будут. Он попытается это доказать. Все прошлые аргументы, в чем легко убедиться, лишь и риторические приемы, в которых уже заведомо лежат крайне сомнительные предпосылки. Также у меня большие претензии к самоупотреблению небытия, так как мне видится, что у автора здесь какая-то большая-большая проблема. Ну, продолжим. Давайте пройдемся по аргументам, с помощью которых он хочет доказать изложенное положение. Небытие абсолютнее бытия в той же мере, в какой субстанции абсолютнее своих свойств. Это было бы верно, если бы мы согласились с доказательством о субстанции, которую приводил автор выше. Но с ним очень трудно согласиться, потому что сам аргумент, по сути, заключается в постулировании данного положения. И в этом проблема, да. Продолжаем. Мне кажется, идея, вот здесь вот он излагает, довольно интересная. Идея интересная. И я даже сам озвучивал похожую идею. Но сама по себе она тоже не имеет достоверной поддержки. В большинстве философских учений все наоборот. И разбирается это обыкновенно куда подробнее. И нам необходимо прояснить, а почему вот это вот так, как он написал? И почему те мыслители, которых он просто отверг, они оказались... Ну, они высказывали неправильные идеи. Почему? Вот. Всякая данность в качестве для себя бытия конечна, а в качестве бытия для других бесконечна. То есть, то, чем что-либо не является, бесконечно больше, чем то, чем что-либо... Бля, как нагружено, ужас. Предложение отвратительно. Чем что-либо является. Чем что, что является, не является. Чем, 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 то, 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 пу, 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 а, вы и так далее. Господи, господи, зачем так перегружать предложение? Перебор, 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 перебор. Ну, ладно, мы понимаем, что он хотел здесь выразить. Иначе, а, относительно, тогда как не б, не ц, не д, абсолютно и бесконечно. Ну, собственно, о чем я и говорил выше. То есть, те выводы, которые я сделал по его прошлым аргументам, он их здесь продолжает. И он продолжает их приблизительно так же, как я их предлагал. То, что я выдвинул ему в противоречии, он как бы продолжает дальше. Он типа говорит, да, это так. То есть, небытие это некая какая-то колоссальная бесконечность в бесконечной степени. Ну, и, как по мне, автор перегружает онтологическое учение свое бесконечным множеством бесконечностей. Это не делает его позицию ложной, но и доказать все эти бесконечности просто банально сложно. Более того, эти бесконечности следуют лишь из наших речевых практик. Обнаружить их с помощью органов чувств мы не можем. В феноменах они нам не даны. И у нас нет оснований считать, что это нечто большее, чем определенный аспект речи и мышления. А автору надо это провернуть желательно, что это определенный аспект нашей речи и мышления. Или что наша речь и мышление реально нас относит к этому самому небытию напрямую. По крайней мере, в данном материале автор нам этого не показывает, а очень хотелось бы. Продолжаем. Следующий аргумент. Небытие, в котором, как в среднем, погашаются все противоположности, абсолютнее этих противоположностей. Вспомним хотя бы нулевую плотность во Вселенной. Это если все погашается в небытие. Я вам напоминаю, что известный ученый Краус рассматривает вакуум как некую наполненную пустотой. Говорит о том, что пустота на самом деле не пуста. Она сама по себе флуктуирует, там что-то с ней происходит. Да, и мы на это бы ему ответили, как и почти любой философ, что в таком случае это просто не пустота, а все же что-то. То есть это не небытие получается. И тогда получается, что противоположности, в кавычках, погашаются в некую субстанцию, которая все же не является ничем или небытием, несмотря на то, что сам Краус по ошибке рассуждает о пустоте и ничто. Вот мы здесь Краусу апеллируем, допустим, потому что это очень похоже на аргумент к физике какой-нибудь. Причем квантовой физике. И мы здесь заметим, что сами физики нередко допускают ошибки в слову употребления. То есть у нас есть философские термины, которые более каноничные, которые древнее, и из которых генеалогически исходят термины современных наук. И иногда ученые просто берут и переворачивают термины с ног на голову, как это было со словом атом. Например, атом я напоминаю неделимый. А потом ученые поделили атом и забыли признаться в том, что они очень глубоко заблуждались по поводу атома. И вообще неплохо было бы эту штуку переназвать. Но ученые ее не переназвали, они просто типа сказали, да все нормально, вот он атом. Мы назвали эту штуку атом, теперь это все еще будет атом. Несмотря на то, что он делим. Несмотря на то, что слово атом переводится как неделимое. Здесь такой же процесс дурацкий происходит и с пустотой. Очевидно, что Краусу просто в принципе плевать на то, как термины использовать. И он готов перевернуть игру с ног на голову. Чего, кстати, то же самое мы у Чанышева наблюдаем здесь на самом деле. И это тоже большой минус данной работы, на мой взгляд. Он просто берет, переворачивает термин фундаментальный, главный, к небытии. И на базе этого выстраивает целое гигантское вот это вот произведение. Ну, какое гигантское. Ну, эту систему гигантскую. Система-то гигантская. Произведение маленькое. Система большая, перенагруженная. Ну и дальше повторение старых аргументов, которые мы уже разбирали. Я не думаю, что имеет смысл с ними еще раз разбираться. Я их просто озвучу. То, что есть, лишь малая часть того, что есть, что было и что будет. Движущееся тело находится в одной конечной части пространства и не находится в другой бесконечной части пространства. Любое тело существует в конечной части пространства и не существует его бесконечной части. Ну, мы это все, это все уже повторение того, что было раньше. Мы это разобрали. Мы уже показали, в чем здесь, ну, как проблема. Это не то, чтобы стопроцентное опровержение. Это то, что нам позволяет скорее предпочесть другие теории в рамках данной темы. Мы просто предпочесть, потому что они короче, проще, понятнее. Имеют большее количество аргументов в свою поддержку, например. Вот как бы пока что то, что мы видим, вот это очень слабо. Слабовато, по крайней мере. Давайте еще один аргумент, это последний. Все возникает на время, а погибает навечно. Возникновение и гибель неравномощны. Коль скоро время не феномен, а существенное свойство бытия. Коль скоро все приходящее, то небытие абсолютно, а небытие относительно. И проблема заключается в том, что до сих пор небытие как феномен, как субстанция, точнее, доказаны, не были. Более того, время может оказаться всего-то феноменом как таковым, ну или базой для возникновения феноменов, а не физическим каким-то процессом. Многие философы говорят о том, что бытие абсолютно, а вот небытие просто не существует. Автору, на мой взгляд, надо разбирать конкретные аргументы и позиции этих авторов, в рамках которых говорится о том, что небытие нет. Ему нужно не извернуть аргументы конкретно по этому вопросу, а он уделяет время какой-то странной риторике. Вот в чем проблема, на мой взгляд, и заключается. Автор не разбирает чужие концепты. Может, он в них и разбирается, но он их не разбирает. Для него они почему-то оказываются категорически вторичны, а его доказательства, которые не имеют смысла никакого, по большей части, он почему-то их выдвигает. То есть, вместо опровержения позиций оппонентов, что было бы... Ну, их можно опровергнуть, скорее всего. Хоть как-то задеть, подколоть можно чужие позиции, я в этом уверен. Автор почему-то уделяет внимание доказательству, которое доказательством не является. Учение, пишет автор. Об абсолютности небытия и относительности бытия не отрицает их единство. Я согласен с тем, что все сущее есть единство бытия и небытия. Но если у Гегеля небытие только оборотная сторона бытия, то у меня бытие обратная сторона небытия, точнее, форма существования небытия. Ну, в общем, это диалектика наоборот. В целом, если принять посылки и если бы определения были даны заранее, то данное рассуждение в десятом пункте является вполне последовательным, исходя из того, что он говорит. И действительно, он диалектик, судя по всему. И действительно, плюс-минус, вот эти вот вещи, они так у него и коррелируют. Если посылки принять, то там слишком много посылок, там целые аргументы за посылки надо принимать. Продолжаем. Не существует абсолютного вечного тождественного бытия. Бытие существует в качестве многообразия конкретных и приходящих ситуаций. Они неповторимы, ибо время необратимо. Да, сразу же хочется задать вопрос. А вдруг они повторяются в необратимом времени? Ну, вот как это у индусов, например, есть представление о кальпах. Миры умирают, а потом рождаются снова, и события повторяются. Ну, как минимум, события рождения мира и уничтожения мира, они категорически похожи в этих кальпах. И эти кальпы точно размечены, они происходят в одно и то же время. Если я не ошибаюсь, есть и такие представления, в которых в кальпах все повторяется, ну, досконально, как бы. Ну, ладно. Можно, конечно, сказать, что даже при полном повторении это будут уже другие события. Допустим, да? Допустим, это будут просто другие события. Да, они полностью повторяются, все происходит так, как происходило раньше, но это все равно другие события, потому что время необратимо. Но только в таком случае, в таком случае, автор в своих речевых практиках употребляет слово повторение абсолютно бессмысленно, потому что не существует ничего повторяемого для автора. Понимаете, в чем дело? Понимаете, в чем дело, да? Вот. Если у него просто ничего неповторимого, наоборот, ничего повторимого не существует, ну, и тогда слово неповторимое не имеет смысла. да ладно продолжаем но возразят мне во всех превращениях что-то сохраняется муха усваивается стрекозой а человек чертополохом но там чек не чертополох и так далее так далее так далее не будет только проблему может и заключается в том что существуют некоторые неразрушимые частицы и тогда на самой важной ступени бытие не переходит в небытие не рождается из него а все прочие переходы из бытия в кавычках в небытие можно скинуть на наше воображение речевые практики опять же то что вот эта ручка мы ее на самом деле воображаем как ручку это наша ментальная деятельность делать ее ручка это просто пластмассовый предмет в этот пластмассовый предмет засунут еще один пластмассовый предмет внутри этого пластмассового предмета есть чернила и вот сверху металлический такой предмет находится вот с помощью которого мы пишем и там шарик внутри вот этого предмета соответственно вот вот это мы называем ручкой а по факту но это просто предмет мы ломаем этот предмет соответственно все там больше писать не может но остаются два других предмета которому ручку уже не не назовем назовем там осколками частями от ручки допустим но это тоже наши языковые игры плюс-минус здесь надо вот на это обращать внимание а вдруг мы сможем писать стержнем от ручки хотя стержень то он не особо для письма предназначен им неудобно писать да но мы можем писать стержнем от ручки например можно вобрать что года я могу тогда сказать что это тоже ручка например стержень равно ручка просто потому что я могу им писать и буду пользоваться стержнем для письма ну то есть здесь определение слова а действия будет идти до писать точно можно писать вот вот чернилами эта ручка будет точно можно писать не знаю краской какой типа как фломастера чем-то фломастер пишет спиртом я не знаю ну вот но это будет фломастер можем такие определения давать но все это плюс-минус такие знаете наши ментальные определение они к антологии предметов не имеют какого-то прямого отношения, по крайней мере, если мы не платоники. По крайней мере, если мы не платоники. Вот если мы платоники, ну, у каждой ручки есть идея ручки, она реально онтологически существует, а все эти предметы, ну, они так себе, они как раз временные и смертные. Автор продолжает. Вопрос о существовании бытия и небытия, а наше сознание исторически проходит следующие ступени. Наиболее очевидным кажется, что существовать может только существующее, то есть только бытие существует. Но факт движения заставляет признать, что существует и бытие, и небытие. Но если существует единство, бытия и небытия, то тем самым существует и небытие, то есть существует несуществующее. Ну, факт движения нас ничего не заставляет признать, ну да ладно. Наконец, сознание понимает, что только небытие существует, чему и учит моя философия небытия. Диалектика идет? Диалектика? Ну давайте начнем со второго пункта. Он самый здесь ключевой и самый проигрышный. Проблема в том, что движение вообще не факт, его бы неплохо доказать, онтологически доказать именно. Параменид не опровергнут, на мой взгляд, и никогда не было опровергнут. Параменида опровергли чисто тем, что выдвинули просто другие тезисы. Пункт 2.1. Более того, само движение, если оно есть, допустим, параменида мы доказали, да, что дальше? Движение не заставляет признать, что существует некое небытие, тем более, что оно субстанционально. То есть, понимаете, мы вот как-то вот так вот. Пункт 2.3. У авторов в голове какие-то, судя по всему, постдемокритовские предрассудки, как будто бы движение подразумевает пустоту. Даже если движение существует, то предмет движется, ну, например, в воздухе, в вакууме, который на самом деле тоже чем-то наполнен. Или в чашке с водой, а не в ничто. Вот в чем дело. То есть, мы можем взять воду, в чашку, внутри чашки вода, вода это явно не ничто, но внутри воды может что-то двигаться. Такой подход нам, в принципе, позволил составить такие картины мира физические, в рамках которых нам не нужно ничто для того, чтобы нечто двигалось. В этом плане движение не подразумевает ничто. Не в демокритовском смысле, не в том смысле, что вот предмет находился здесь, и он движется, и он одновременно находится или не находится в одном месте. Вот это диалектическая чепуха какая-то. Так вот. Ну и дальше давайте основные моменты зачитаем. Если мы под первопричиной будем понимать бытие вообще, или же какое-либо его состояние, то возникает вопрос о причине первопричины. Причины. Да, только вопрос о причине первопричины не возникает, потому что чаще всего указывается некая первая причина всего. Бытие и есть первопричина всего. Какое-нибудь базовое абсолютное бытие является причиной всего. Очевидный ответ, который многие дают. Дальше автор об этом пишет. Ну и эти философы смутно понимали, что бытие не может быть ни первопричиной, ни самопричиной. Почему не может быть, зачем? Да, автор об этом пишет, но он не поясняет, почему бытие не может быть первопричиной самого себя, он просто утверждает, что это так. С тем же самым успехом я могу вести категорию не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не непонятно почему бытие не может быть вечным вообще в целом неожиданно вдруг есть какое-то вечное бытие но мы же не знаем заранее ну и вот дальше идет обратная диалектика гегеля ну и вот смотрите вот здесь вот такой мемчик у меня с этим джеки чаном просто потому что давайте я просто прочитаю поскольку бытие существует не существуя и не существует существуя оно есть время временность атрибут бытия но так как все возникает на время а погибает навечно то время есть гибель все пошли игры слов диалектические тут вообще без комментариев ничто не понятно точнее понятно что для этого надо уверовать диалектический материализм я в него не верую так что не вижу никакой возможности понять доказательную силу этих высказаний потому что будучи небытием небытия бытие неустойчиво выражение этой неустойчивости является становление изменение развития борьба противоположностей в основе всех противоречий лежит противоречие между бытием и небытием развитие состоит в наращивании бытия и его интенсификация но чем интенсивнее бытие тем она хрупче хрупче тем она подверженнее гибели мы ходим по тонком льду над океаном небытия жизнь не может долго удерживаться на вершине бытия отовсюду сон и смерть у блин она и дальше да вот вот просто каждому высказыванию вот она у ничего не понимаю единство времени и пространства за которым скрывается единство бытия и небытия неустойчиво выражением этой неустойчивости является движение да это кстати еще более менее пойдет вот просто вот блин вот все вот это вот она просто вот вот непонимаемо но в конце автор приходит к страданию выражением этого противоречия выступает страдание она есть атрибут сознания окей в итоге получается какой-то буддийский марксист в рамках которого в начале всего стоит небытие все что я прочитал напоминает просто набор спонтанных слов с какими-то вот связками противоречия противоречия вот эти вот диалектические указываются просто немножко это перевернута в отличие от того что было до этого да 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 из всего этого конечно противоречия возникает религиозное сознание но вы понимаете очевидно непонятно как она возникает вот тут хоть и грянсом начинает попахивать то что про смерть про ничто про исчезновение начинается много всего и все это вообще никак не проясняется вот почему из этого появляется религиозное сознание сознание смерти но просто так это просто очевидно диалектика и так далее так далее так далее отсюда же возникает философское метафизическое сознание которое есть религиозное сознание минус любовь опять же доказательства как всегда не будет сознание бытия от религиозно-философское сознание но бога то у нас никакого нет нет не бессмертия и так далее так далее так далее очевидно да доказывать отсутствие бога и все остальное мы конечно тоже не будем и в этом весь автор ну и конечно же дальше идет гигантская бравада о том как круто быть человеком небытия у этого человека небытия есть мужество он смелый он признает конечно своей жизни он признает что он исчезнет его спасает трезвое реальное сознание и так далее так далее так далее в общем вот так вот такой вот текст мы сегодня вам прочитали и проверили вот почти все просто бравада просто бравада громкая давайте резюме сделаем вот автор который зачитал резюме давайте вот для ознакомления более подробного я я просто зачитаю все тезисы этого автора который он сам выписал. То есть, мою позицию вы поняли, что данный текст категорически сомнителен, на каждом этапе какие-то плохие довольно доказательства, довольно плохие системные всякие вот такие штуковины. И, в общем-то, заслуженно данный текст был раскритикован, я считаю. Вот. Но давайте, вот да, дадим почтение автору и прочитаем его рецензию, резюме. Небытие первичное абсолютно. Небытие беспредельно во всех отношениях. В своей беспредельности оно есть свое собственное небытие. Небытие, небытия есть бытие. Бытие вторичное относительно, абсолютного бытия нет. Бытие как небытие, небытия неустойчиво. Выражением неустойчивости бытия является время. Все существующее существует во времени, следовательно, все возникает и погибает. Возникновение и гибель неравномощны. Все возникает на время и погибает навечно. Атрибутом бытия является абсолютная гибельность. Бытие первично, сознание вторично. Основа сознания памяти. Благодаря памяти сознание приобретает видимость субстанциональности. Осознанная гибельность есть страдание, страдание атрибут сознания. Страдание заставляет сознание измысливать мир абсолютного бытия, то есть Бога. Так возникает сознание бытия, религиозное в своей сущности сознание. Вся предшествующая философия – варианты сознания бытия, но Бога нет. Поэтому возникает сознание небытия, сознание небытия, делает бытие прозрачным и видит за ним небытие. Страдание перерастает в ужас. Ужас заставляет сознание отрицать не только иллюзорное сознание бытия, но и себя, и бытие. Мир погибает, если ужасу не будет противопоставлено мужество, мужество бытия. Это высший вид мужества, мужество бытия, мужество, мужество небытия, точнее там написано. Это высший вид мужества. Мужество бытия, мужество быть несмотря ни на что, мужество небытия, мужество быть несмотря ни на что. Знать, что все происходит, и в то же время не впадать в ужас, вот чем мучает подлинная философия, философия небытия. Все. Ну что, друзья, спасибо, большое спасибо заказчику за данный заказ, огромное спасибо. Я разобрал данный контент, я надеюсь, вам более-менее понравилось, друзья, те, кто за этим наблюдал. Все приходите на мои стримы, заказывайте другой подобный контент, заказывайте лекционный материал, лекции мы записываем. Можно брать у меня, соответственно, эти, как там их, консультации, если что, платные. Так что, друзья, обращайтесь или просто приходите пообщаться ко мне на стримы, можно и не донатить, можно просто со мной весело, интересно, интеллектуально и развлекательно проводить время. Всем большое спасибо за внимание, всех люблю, всем пока. Всем пока, всем пока.